МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости на канале НСК-49 в студии Татьяна Пчегжанина. Здравствуйте! И смотрите сегодня... Самый главный – Дед Мороз. У главной городской елки прошло торжественное открытие праздника под девизом «Новосибирск – новогодняя столица России». Буквально перед этим открылся съезд Дедов Морозов. Мэр Анатолий Локоть приветствовал делегатов и заявил, что главный Дед Мороз – это он. Дошли до потолка и уперлись. В регионе продолжает уменьшаться количество выданных ипотечных кредитов и проданных квартир в новостройках. Несмотря на падение спроса, цены на недвижимость продолжают оставаться стабильно высокими из-за высокой инфляции, объясняют эксперты. Встречи на станции «Сибирь». Международный день авторской песни отметили поклонники этого жанра. В рамках бард-проекта «Станция Сибирь» прошел большой концерт и просмотр фильма о фестивале. А теперь об этих и других событиях более подробно. Шествие Дедов Морозов по Красному проспекту и торжественное открытие новогодней столицы России состоялось в театральном сквере Новосибирска. На необычные праздничные церемонии побывал Александр Булдаков. После открытия первого Всероссийского съезда Дедов Морозов все делегированные в новогоднюю столицу зимние волшебники отправились в театральный сквер на встречу с новосибирцами. В шествии особо привлекал к себе внимание Дед Мороз из Салихарда. У него у одного был настоящий шаманский бубен. Еще больший ажиотаж создал исполняющий желания волшебный посох. А перед оперным театром уже было все готово к встрече шествия Дедов Морозов. После короткой художественной программы, которая зарядила людей праздничным настроением, было сделано важное сообщение. Дед Мороз из Пензы объявил решение первого Всероссийского съезда Дедов Морозов. Как выяснилось, волшебники приняли программу празднования Нового года в Новосибирске и теперь требуется всенародное ее утверждение. Первое! С 22 по 25 декабря поздравить с наступающим Новым годом все районы новогодней столицы! Оказать волшебную помощь в открытии самого длинного катка в России! И, наверное, самый главный пункт в этой программе. Всюду, где бы ни оказались Деды Морозы, России обязуется веселить народ, играть с ребятишками, исполнять добрые желания, дарить волшебные подарки и новогодние чудеса! Согласны? Да! Придевается? Да! Придевается! С наступающим! Похоже, что у новосибирцев и гостей города наступал не только Новый год, но и новогоднее настроение. Отлично все! Тебе нравится праздник? Все круто! С Новым годом! Очень хорошее настроение, весело, праздничное нам! Все очень хорошо! Не замер! Отлично! Все хорошо! Закончилось праздничное народное собрание, которое утвердило план празднования Нового года в Новосибирске хороводом. За руки взялись Деды Морозы, дети и взрослые. Было весело. И если верить программе новогодних мероприятий, так будет практически каждый день уходящего года. В Новосибирске еще до официального открытия новогодней столицы России Деды Морозы, приехавшие к нам со всей страны, провели свой съезд. Как зимним волшебникам вручали мандаты участников этого форума, а также их первое приветствие, прозвучавшее для детей из Новосибирской и Луганской областей, увидела наша съемочная группа. То, что в кинотеатре Маяковского праздник, было видно издалека. И первого Деда Мороза мы встретили еще на подходе к месту проведения съезда зимних волшебников. Сибирь далеко от столицы. И здесь в юго неделями злится. И садами наш край еще безден. И в тайге есть, конечно, медведи. Но медвежьим, а длинных невежды, край сибирский, считают как прежде. А Новосибирск в этом году столица новогодняя всей России. С Новым годом, друзья! С новым счастьем! Первый всероссийский съезд Дедов Морозов в новогодней столице России, Новосибирске, по времени совпал с детским праздничным сказочным спектаклем. Этим обязательно надо было воспользоваться. Поэтому зрители ждал сюрприз. На сцену перед ними вышли все новогодние волшебники. В их число записался и мэр города Анатолий Локоть. Я не мэр. Я самый главный Дед Мороз в городе Новосибирске. Такому откровению дети и взрослые были только рады. Ну, а нас порадовали откровения некоторых Дедов Морозов, которые много рассказывали про то, как проходят праздники в других городах. К примеру, так встречают Новый год в Южкороле. Я, как Дед Мороз, открываю центральную площадь, елку, зажигаем, играем с детьми, общаемся, вводим хороводы. Потом я иду в свою резиденцию, в свой домик, и там я готов принять детей любого возраста, выслушаю, дам конфетку. Узнали мы и то, где обучают новогодней профессии в Новосибирске. Я учился в 15-й гимназии, там была, получается, 15 лет назад своя театральная студия. И первый мой опыт роли Деда Мороза я получил в школьные годы. Я ощущаю волшебство, когда вижу улыбки детей, которые пришли к нам на праздник. Я чувствую себя настоящим волшебником, потому что я дарю людям радость. Как выяснилось, некоторые Деды Морозы, приехавшие на свой праздничный волшебный съезд в Новосибирске, бывали и раньше. Очень люблю этот город. Город красивый, замечательный. Люди добрые, отзывчивые. Приятно быть у вас в гостях. Первый Всероссийский съезд Дедов Морозов начался с выдачи мандатов участников, чем развеселил даже тех, кто сам привык радость нести людям. Торжественности в ситуацию добавил главный Дед Мороз страны из Великого Устюга, обратившийся к съезду по видеосвязи. Очень сожалею, что я не смог добраться в новогоднюю столицу России. Так все пути и дорожки перевело. Сани мои не едут. Но я спешу поздравить вас с наступающим новым 2023 годом. Пусть этот год принесет вам всем удачу. Исполнение самых заветных желаний. Что ж, похоже, новосибирцам и гостям города чудное настроение в эти предпраздничные дни обеспечено. Ведь новогоднего у нас уже так много, что проблемы старого года вспоминать не хочется. Новый год по Дальневосточному. В Новосибирск прибыл якутский Дед Мороз Чейсхан. Своё знакомство со столицей Сибири гость из Якутии начал с Первомайского района, который в рамках концепции праздника «Вся Россия в моём городе» представляет Дальневосточный федеральный округ. Какие впечатления у якутского морозного дедушки от нашего города и в чём его отличие от русского Деда Мороза, расскажем в следующем сюжете. Не бывает плохих детей. Все ребятишки достойны подарка. Так считает якутский Дед Мороз Чейсхан, прибывший в наш город на Всероссийский съезд Дедов Морозов. Как он добирался до Новосибирска, северный дедушка предпочёл не рассказывать. Ведь у сказочных волшебников свои секреты. Известно лишь, что на публике он появился из электрички, прибывший в Первомайский район, который в рамках проекта новогодней столицы представляет Дальневосточный федеральный округ и родину Чейсхана, Республику Саха, Якутия. И мы рады приветствовать Деда Дедов Морозов, хранителя и повелителя холода Чейсхана! Якутский дедушка уже успел немного познакомиться с нашим городом. Говорит, что для него здесь непривычно тепло, ведь у себя на родине он привык к морозам в минус 50-60 градусов. Это как весна получается у нас. Ну, Сибирь есть Сибирь. Говорят, скоро морозы будут. Обещают. А как же без этого, если все худестники собрались? У нас должно быть. В Новосибирске сказочному персонажу понравилось. И он пожелал всем новосибирцам счастья, здоровья и успехов в наступающем году на своем родном якутском языке. Кстати, у всех желающих теперь есть возможность узнать побольше о родине Чейсхана. Уже вскоре на основной площадке знакомства с Дальневосточным федеральным округом, рядом с парком культуры и отдыха Первомайский, новосибирцы смогут покататься на оленях и собачьих упряжках, а также заглянуть в настоящую теплую юрту и поучаствовать в мастер-классах по изготовлению дальневосточных сувениров. И, конечно же, узнать побольше о загадочном якутском Деде Морозе. В Новосибирской области продлевается режим повышенной готовности. Постановление о продлении подписал губернатор Андрей Травников. Режим решили продлить из-за значительного превышения эпидемического порога по ОРВИ и гриппу до конца февраля следующего года. В Новосибирской области за неделю зафиксировали более 45 тысяч новых случаев ОРВИ и 143 заболевших гриппом. Напомним, что режим повышенной готовности действует в регионе с 27 марта 2020 года в связи с началом пандемии коронавируса. Средние цены на рынки вторичной недвижимости в Новосибирске росли быстрее, чем по России. При этом самая дорогая квартира в уходящем году в нашем городе обошлась покупателям в 50 миллионов рублей. Что происходит на рынке недвижимости и по какой цене можно приобрести квартиру в столице Сибири, узнал Василий Акимов. Рынок недвижимости в уходящем году стабильностью не радовал, говорят эксперты. По данным портала Дом.РФ, на декабрь этого года в Сибирском федеральном округе проданы 2 миллиона 440 тысяч квадратных метров площадей в строящихся жилых домах. Это 31% от общего объема возводимых новостроек. По сравнению с декабрем 2021 года доля востребованных покупателями площадей уменьшилась на 9% пункта. За два года снижение составило 13% пунктов. Эксперты отмечают, что высокая инфляция, которая за последние два года привела к увеличению средней цены квадратного метра жилья в Сибири почти в полтора раза, не позволяет снижать стоимость квартир, несмотря на низкий спрос. По данным агентства Жилфонд, средняя стоимость готовых квартир в текущем году повысилась более чем на 11%. Этот показатель превышает уровень роста цен на жилье в 2019 году почти на 9% и 20% на 8,5%. Среди квартир есть и рекордсмены по стоимости, рассказала в предцентре ТАССибирь руководитель управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова. Самая дорогая квартира в Новосибирске была приобретена. Обе квартиры приобретены в Советском районе. Квартира одна 266 квадратных метров, вторая примерно такой же площади, 50 миллионов и 48 миллионов. То есть Советский район по-прежнему лидер здесь. И самая большая квартира приобретена была в этом году площадью 498 квадратных метров в Зальцовском районе. Всего за 11 месяцев уходящего года в Новосибирской области зарегистрировано почти 3 миллиона сделок с недвижимостью. 95% имущества приобретается за счет кредитных средств. Пока эта цифра тоже сохраняется. Если мы посмотрим, как выглядит рынок, мы можем увидеть, что примерно треть всего недвижимого имущества в Новосибирской области и сделки с ним – это жилье. Роста по ипотеке по отношению к прошлому году не будет. То есть на сегодня отставание от цифр прошлого года примерно 18-19%. В то же время эксперты рынка недвижимости не видят оснований и для существенного снижения цен. Стоимость продаж квартир растет на фоне значительного увеличения себестоимости строительства. Впрочем, большинство участников рынка и представители контролирующих госструктур пока воздерживаются от долгосрочных прогнозов. По их словам, многие компании просто ушли в режим ожидания. А горизонты планирования стали очень короткими. Стоимость социальной транспортной карты для горожан повысили на 30 рублей. Активация на месяц теперь составит 230 рублей. По сравнению с ныне действующей, цена повысилась на 15%. Карта уже доступна для оформления. Активировать и пополнить ее счет можно в терминалах квартплата, которые расположены в том числе и на станциях метро. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 22 декабря участники и поклонники бард-проекта «Станция Сибирь» провели праздничный концерт в честь Международного дня авторской песни. Этот проект существует более четырех лет и считается крупнейшим творческим и культурным явлением в мире авторской песни за Уралом. На одноименный фестиваль проекта съезжаются барды со всей страны. Основная идея – сохранение и популяризация авторской песни, а также отбор лучших исполнителей из каждого региона, то есть формирование сборной команды исполнителей и авторов. Один из регионов Сибири выбирает «Сибирскую десятку», то есть своих авторов, которых они номинируют на это звание. Участник «Сибирской десятки». То есть 10 человек такая сборная ежегодно выбирается. За время существования этого проекта выбрано уже пять сборных команд. Первая десятка выбрана в Новосибирске, потом был отбор в Томске, третью десятку выбирал Алтай, четвертую выбирала Омская область и пятую, которую объявят на праздники, выбирали Красноярский край и Хакасия. Итого у нас в активе проекта уже 50 избранных народом нашей общественности бардовской авторов-исполнителей. Дальнейшие планы проекта, по словам Сергея Алексеева, продолжать работать в том же направлении. Сюжет настроится вокруг выборов десятки, проходят фестивали, делаются фильмы, записываются диски, концерты, продолжаются между всеми этими основными ключевыми событиями. Вот это годовой цикл, годовой цикл, который ориентирован на избранную десятку. Вот сегодня мы переходим к годовому циклу, следующему, пятому, юбилейному. Бардовская песня, уверены организаторы проекта, будет жить еще долго. Хотя бы потому, что сочиняются все новые и новые песни, появляются новые яркие исполнители. Это океан просто, огромный океан. Мы многого не знаем, к сожалению, что-то уже потеряно и мы можем не узнать. Песни живут, авторы не знаем. Много такого, а вообще очень много. Пока есть подобные проекты энтузиасты авторской песни, можно надеяться, что с каждым годом число поклонников этого жанра будет только увеличиваться. И чтобы самим в этом убедиться, стоит просто побывать на регулярно устраиваемых концертов участников проекта. И, конечно же, на большом фестивале авторской песни «Станция Сибирь», который каждый год проходит в парке у моря Пскова. На сегодня это все. Мы следим за развитием событий. Наши новости всегда на сайте nsk49.ru и в социальных сетях. Ваши мы ждем в рабочее время по номеру 277-0049. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и берегите себя. Продолжение следует...